Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на пожары ИЧС столичные спасатели совершили более 1100 выездов. На пожарах погибли 5 человек. 19, в том числе один ребенок, пострадали. Почти 600 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Далее подробнее о том, какой была минувшая неделя для столичных спасателей. Минск чрезвычайный. В понедельник около полудня на парковке по улице Притыцкого загорелся форт. В автомобиле повреждены салон и панель приборов, под которой, вероятнее всего, и произошло короткое замыкание электропроводки, ставшее причиной пожара. К счастью, никто не пострадал. Также в этот день, но уже вечером, покурил и сжег чужую хозпостройку, незаконно проникнувшим в нее гражданин. Загорание произошло в частном секторе по улице Вирской. В результате пожара повреждена деревянная обрешетка кровли кирпичной постройки, а также имущество, хранящееся внутри. Сам же 60-летний незваный гость успел выбраться из горящей постройки до прибытия спасателей. После осмотра медиками, с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей мужчину увезли в больницу. Скорее всего, к возгоранию привело курение пенсионера. Помните, неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. Будьте осторожны с огнем. Вероятнее, по этой же причине во вторник утром в двушке по улице Янки-Маврос загорелось имущество на балконе. Спасатели прибыли оперативно и в квартиру огонь не проник, но успел повредить мебель, обшивку балкона и окно. Минск чрезвычайный. Еще один пожар произошел во вторник в Минске. Вечером недалеко от тракторного завода загорелись автомобили «Мазда» и «Фольксваген Пассад». Машины были припаркованы у хозпостройки, которая находится рядом с гаражами, теплотрассой и железнодорожными путями промышленного района. Пламя полностью уничтожило автомобили. Досталось и оконным рамам гаража. Распространиться огню дальше не дали оперативно прибывшие на улицу Вапшасова спасатели. Причина пожара устанавливается. Скорее всего, это был поджог. Хозяин одной из горевших машин предполагает, что пожар могли устроить бездомные. Накануне между ними произошел конфликт. В среду в 5 часов утра встревоженные соседи сообщили о пожаре в квартире по улице Куприянова. В однушке на пятом этаже загорелось имущество. Вероятнее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяйкой квартиры, которая находилась в состоянии психического расстройства. В середине минувшей недели спасатели пришли на выручку 6-летней девочки. Инцидент случился по улице Ланькова. Нога ребенка застряла между рамой велосипеда и колесом. Оперативно прибывшие работники МЧС с помощью подручных инструментов, открутив колесо, высвободили ребенка из-за подни. С предварительным диагнозом повреждения связок голеностопа медики увезли малышку в больницу для проведения обследования. На заметку родителям. Обязательно рассказывайте своим детям об опасностях, которые таят в себе, казалось бы, привычные нам вещи. В четверг в четвертом часу утра хозяев квартиры на улице Горецкого испугало появление летучей мыши. Глава семейства попытался обойтись собственными силами, но все попытки оказались тщетны. Заботясь о безопасности грудного ребенка, находившегося в это время в квартире, он позвонил по телефону 101. В борьбе с млекопитающим спасатели использовали подручные средства. Летучую мушь отловили и затем выпустили на свободу. Стоит отметить, что спасение такого рода в общем-то не входит в обязанности работников МЧС. Они выезжают на вызовы только если есть угроза для людей. Минск чрезвычайный. Причиной пожара в квартире на улице Брестской в четверг вечером могло стать короткое замыкание электропроводки кондиционера. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал. Огонь повредил имущество в одной из комнат. Копоти досталось и всей квартире. В воскресенье утром работники МЧС развернули целую операцию по спасению утиного семейства из технического водоема по улице Бабушкина. Когда мама утка прилетела и села на поверхность водоема, бесстрашные птенцы с трехметровой высоты сиганули за ней в бурлящую ловушку. Они были настолько крохотными, что выбраться оттуда самостоятельно уже не смогли. Неравнодушный сторож предприятия, на территории которого приземлились дикие утята, и наряд милиции, который он вызвал в помощь, обратились в пожарную часть, расположенную недалеко от места ЧП. Помощь пернатым в обязанности сотрудников МЧС не входит, но спасатели все же потратили время, чтобы выловить всех утят и отправить в близлежащий безопасный водоем. Операция завершилась успешно, ни один птенец при этом не пострадал. Спустя час после инцидента в Калядичах еще один необычный вызов был зафиксирован в Октябрьском районе столицы. Спасатели пришли на помощь двухлетнему малышу, чей палец застрял в небольшом отверстии пластиковой игрушки трактор. Ребенку было больно, и он сильно плакал. Успокоить его и приступить к освобождению пальца спасатели смогли только при помощи своих радиостанций. Используя слесарный инструмент, они быстро и осторожно избавили малыша от плена собственной игрушки. Помощь врачей ему не потребовалась. А у меня о происшествиях на сегодня все. В заключении хотелось бы напомнить, что в эти дни в республике продолжается профилактическая акция «Не оставляйте детей одних», направленная на привлечение внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, а также снижению количества чрезвычайных ситуаций с участием детей. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова